Друзья мои, всем привет! С вами как всегда Звраб и сегодня у нас блинчики с мясом, но не просто с мясом, а с грузинским акцентом. Вы меня кстати про этот рецепт очень часто спрашивали еще года два назад, когда я только начинал канал вести и вот два года спустя я внял всем вашим просьбам, каким всем остальным обычно я через год все вспоминаю, ну ладно. На самом деле рецепт довольно простой, специи какие-то добавляйте, вот это тут знакомые грузинские нотки появляются в блинчиках с мясом. Начнем с того, что нам нужно начинку подготовить, пока мы будем потом тесто замешивать, начинка тоже подостынет. Для начала отварите говядину хорошенько, я говядину уже отварил, чтобы ваше время не забирать и сейчас нам надо ее в мясорубке прокрутить. Смотрите как хорошо говядина сварена, что она вот руками на волокна распадается, вот так нужно ее сварить вместе с жилами, вместе с жиром, перегородками, все все идет сюда в мясорубку и варим без ничего, только говядина и вода, все. Ладно, давайте прокрутим. Говядину убираем в сторону, дальше нам надо прокрутить свинину, свинина сырая друзья, ее не надо варить заранее. Соотношение мяса, смотрите друзья, это важный момент, учтите, чтобы вкус посадить правильнее, соотношение мяса один к двум, то есть например килограмм говядины, 500 грамм жирной свинины. Если у вас нет жирной свинины, можно просто сало, тогда 800 грамм говядины, 200 грамм сала. Если вы вообще не хотите использовать свинину, как это делают в горной Грузии, просто берете говядину, 850 грамм, 150 грамм курдючного сала. Вот и все. Эти моменты учитываем, но в любом случае, смотрите, вы возьмете сало, свиной, курдюк или просто жирную свинину, в любом случае как бы говядина готовится отдельно. Ладно, берем свинину, возьмем там где побольше жира, нарезаем свинину и прокручиваем через ту же сеточку, через которую мы только что говядину прокручивали. Свинина достаточно жирная, это отлично. Свинина у нас готова, отставляем ее в сторону и прокручиваем лук. Включаем плиту, наливаем немного растительного масла и на горячую сковороду сейчас отправляем в свинину. Дорогие, смотрите, после того как вы добавили фарш, он начнет выделять влагу и важный момент, мы сейчас дожидаемся, когда эта влага выпарится и сразу же отправляем к свинине, прокрученный лук. Все, влага выпарилась, отправляем сюда лук, тщательно перемешиваем. Друзья, не удивляйтесь, что лука много, поверьте, это важно. Сейчас лук ужарится и даст очень-очень вкусный привкус всей начинки. Тщательно перемешали и, друзья мои, сейчас не нужно дождаться, когда лук станет мягкий, прозрачный, свинина начнет немножко даже поддумяниваться, то есть слегка поджарится. Вот это нам, вот этот момент нам и нужен. Ладно, пока у нас жарится тут свинина с луком, нарежем зелень. Чуть-чуть кинзы и чуть-чуть петрушки. Напоминаю, иногда помешивать, если подгорит, вот будет потом немножко такой неприятный привкус, этого нам не надо. Зелень мелко нарезаем. Кстати, исходя из ваших предпочтений, какую-то зелень можно не добавлять. Можно или кинзу убрать, или петрушку, там на свой вкус, друзья, ориентируйтесь. Как вы видите, свинина у нас готова, начала уже поджариваться. Лук тоже, видите, почти растворился. Отлично, отправляем сюда говядину. Перемешиваем тщательно. Дождались, когда говядина тоже прогрелась, отправляем сюда зелень, чеснок. Перемешиваем. После того, как все тщательно перемешали, начинаем добавлять специи. Одно из самых важных для того, чтобы придет вот это то, что вы говорили грузинский вкус, этот блинчиком вам нужен уцхосунель и он же голубой пожитник. Если у вас голубого пожитника нет, друзья, и нигде найти не сможете, то извините, не сможете эти блинчики сделать. На самом деле нет. Можно вместо голубого пожитника просто хмели-сунели добавить. Хмели-сунели, я уверен, что везде у вас продается. Пол чайной ложки красной молотой паприки, сладкой, конечно же. Острый красный перец по вкусу. Легкая-легкая остренька должна быть. И пол чайной ложки молотого черного перца. Соль по вкусу. Добавляем, перемешиваем. Пробуем, если не хватит, опять подбавим. Все опять-таки тщательно перемешиваем. Сейчас все специи у нас прогреются. Соль растворится. Все вкусы просядут. Попробуем и в целом начинка как бы уже готова. Ну что ж, пять минут у нас прошло. Надо попробовать. Ну-кас, ну-кас. Друзья, какая это вкуснятина. Я вот эти блины, когда готовлю по-грузински, знаете, самое сложное, это перейти к блинам потом. Потому что вот это уже можно без блинов просто вот взять, макарошки сварить, это сверху насыпать и кушать вкусно. Ладно, хватит трындеть. Выключаем, переносим, убираем с плиты. Давайте начнем готовить сами блины. Начнем, конечно же, с яиц. Разбиваем четыре яйца. Важный момент, друзья мои, все ингредиенты, прежде чем вы будете их использовать, заранее вытащите, чтобы они били комнатной температуре. Молоко, яйца, масло. И тогда у вас блины получатся просто идеальными. Заливаем молоко, растительное масло, 2-3 столовые ложки сахара. Но это зависит от того, насколько сладкими вы хотите, чтобы блинчики били. Слегка сладковатые они должны быть в любом случае. Соль. И начинаем перемешивать до полного растворения соли и сахара. И потихоньку начинаем вводить просеянную муку по одной столовой ложке. Про количество муки, друзья, вот опять предупреждаю, пожалуйста, учтите этот момент, потому что реально некоторые потом начинают жаловаться. Эта пропорция примерная. Правда, вот у меня никогда не было, чтобы вот, например, взял я там, не знаю, 400 грамм муки. И эти 400 грамм муки, к слову, идеально подходили. Или тесто слишком жирное, иногда оно слишком густое. То есть это вам надо смотреть по ситуации, знаете. Поэтому тесто, вот как бы четкую граммовку теста от меня не ждите. Для блинов я уверен, что у те из вас, у кого есть опыт приготовления блинов, это и так прекрасно понимают. Это все как бы довольно просто отрегулировать. Вот такое тесто у нас получилось. Ребята, я думаю, что идеальное. Без комочков, без всего лишнего. Думаю, что супер. Ладно, давайте сейчас один первый пробный блин сделаем и попробуем на соль, на сахар. Очень важно, что блины били немножко сладковатые. Если блин будет не сладкий, ребят, поверьте, процентов 80 вкуса. Просто, просто улетучится. Вот на этой разнице это очень сильно влияет. Ладно, вроде сковорода нагрелась, отлично. Наливаем первую партию. Прекрасно. Как видите, нет ни масла, ничего остального, блин, не прилипает. Супер, значит все сделали правильно. Ну что ж, давайте перевернем. На другую сторону. Перевернули, подождали буквально пять секунд. Убираем. То есть, какой тут принцип, друзья, действует. Блинчики жарим только с одной стороны, а в другая сторона просто должны схватиться. Это важный момент, когда вы блины будете друг на друга складывать, они просто не слипнутся. Но жарим с одной стороны. Вот так они должны получиться. Смотрите, с одной стороны такой, а с другой такой красивый коричневый блинчик. Главное, давайте попробуем. Оператор, давай тебе половину. На соль, на сахар, сейчас все испробуем. Согласитесь, вообще бомба, да? Текстура. Ну да, я с собой согласен, чуть-чуть сахара надо подбавить. Одну столовую ложку сахара я добавлю. Перемешиваем, чтобы сахар у нас растворился. Ну-ка. Да, все, сахар растворился. Идеальные блинчики у нас будут готовы. Продолжаем жарить. Вот она, вот такая, с одной стороны, с другой, вот такая, ребята. Ну, ложитесь с жареной стороны вверх и вот так накрываем крышкой. Крышкой накрываем для того, чтобы они не пересыхали. Да еще и так крышка, знаете, чуть-чуть помогает, быстро не остывают они. Ладно, давайте я сейчас нажарю все эти блинов и через три-четыре дня к вам вернусь. В общем, до встречи. Ну что ж, приступаем уже к начинению наших блинчиков. Начинку кладем вот с этой, с прожаренной стороны. Много не кладите, друзья. Одной столовой ложки с горкой более чем достаточно. Вот так, разок перевернули, загнули края и вот так. Все, вот такие блинчики у нас получаются. Тоненькие, длинненькие, а потом будем их обжаривать. Ну что ж, друзья, мы с оператором, в общем, сделали все блинчики, завернули в них начинку. Смотрите, один момент хочу подметить, по этому рецепту получается 50 блинов, но они должны быть почти в два раза меньше, честно вам скажу. Но я просто слишком маленькие блины не люблю, потому что я сам как бы не очень маленький человек, скажем так. Но по грузинской традиции они должны быть раза в два меньше. Знаете, такие маленькие, тоненькие блинчики с мясной начинкой. Но это, честно говоря, на вкус и цвет. Так что у нас 30 штук, кстати, больших получилось. Обычно получается 50 маленьких. Ладно, давайте мы сейчас их обжарим и великолепные, наивкуснейшие блинчики у нас будут готовы. Все. Конечно, вещь невероятно восхитительно вкусная, но нужен кто-то, ребят, кто будет вместе с вами, блин, чтоб 3-4 человека жарило их одновременно. Ладно, друзья мои, давайте попробую, пока они такие. Хотя нет, они слишком горячие. Подожду чуть-чуть подостынет, потом попробую. Ну и что, друзья, пробуем, пока наши блинчики тепленькие. Вот как они вкусно пахнут вообще, конечно. Но, честно, они слишком большие. Я согласен, надо чуть поменьше делать, а то это один блинчик, как половина шаурмы. Шаурмы из блина. Знаете, какой вкус? Вот этот вкус мяса. Привищен, как вы знаете, в Грузии обычно такую начинку делают. Блин сладкий сверху. Ой, вот это такой контраст вкусный, это обалдеть. Знаете, есть один большой минус вот в таких блинах. Представьте, чтоб вам гости пришли, там какой-то у вас, не знаю, событие какое-то. Знаете, что самое неприятное в этих блинчиках? После того, как ты их три часа, короче, жарил, смотри, как они буквально за пять секунд исчезают. Вот садятся все, попробовали. О, как вкусно. Так-так-так-так-так. И ты такой сидишь. Вот. Вот-вот. Труд повара. Цените, люди. Повара не напрасно едят хлеб. Обалдеть. Ладно, ребят, я это если начну сейчас кушать, я не остановлюсь. Поэтому лучше закончить видео. Конечно, это, друзья мои, занимает чуть больше времени, чем обычный рецепт блинов, когда вы там что-то быстренько. Просто блины спекли, завернули и все. А тут начинку отдельно надо, потом блины, потом это все жарить. Но это того стоит, потому что это реально в Грузии на празднике, когда вот эти блины, знаете, готовят. Они отдельно, как вот такое сытное, серьезное блюдо. Им уделяется много времени, потому что это действительно очень вкусно. Друзья мои, ну, наверное, на этом все. Надо точно заканчивать. Хочу от всего сердца вам пожелать, чтобы ваша жизнь никогда не била комом. Ни первый, ни последний, ни следующий блин. Всегда пусть будет супер. Ладно, ладно, все, пока-пока. Хорошее вам настроение. Скоро увидимся. Любим вас.